Девушки отдыхают Спасибо, Катюшка Том, присаживайся Давай Дорогая Тома, поздравляем тебя с днем рождения И желаем, чтобы ты как можно меньше внимания уделяла нам, своим домочадцам О как, Степа, это как это? А так, Том, человеческий ресурс не безграничен Поэтому мы хотим, чтобы ты больше отдыхала Больше времени посвящала себе И поэтому мы дарим тебе путевку на неделю В санаторий Купайся, делай себе массажи В общем, наслаждайся А что я там делать буду одна, ребят? Ну, папа же говорит, купаться в бассейне, отдыхать, мам От кого? От вас? От моих любимых золотых? Да вы что, я же... Мне же в радость заботиться о вас, ребята Вот, за это и выпьем Гип-гип, ура! Ой, проснулся! Доброе утро! Степ, я тебе сумку в командировку собрала и нагладила очень много футболок Должно хватить тебе Спасибо, Том Степа, а ты путевку у Максима брал? Ну да, если племян с турферами работает, зачем кого-то еще искать? Ну да А что? Не, не, ничего Слушай, я такси тебе заказала, они обещали через час подъехать Том, ну зачем? Я сам Сам? Ты будешь у себя на газопроводе А пока ты дома, можно я тебе позабочусь? Доброе утро, Том Доброе утро, Степ Давай, поднимайся и иди кушать, а то опять голодный поедешь Ба, кнопку жму я Давай Вот, все, молодец, умничка Молодец, иди, садись завтракать Привет Привет Спасибо Поможешь мне, умная дырка? Господи, боже мой, садись Я на работе возьму, сделаю и не видно будет А я тебе сделала твой любимый омлет с помидорчиками Ну ты как, боец? Я опаздываю, завтракать не буду Катюш, подожди, подожди, подожди Я смузи твою любимую Спасибо Спасибо, Тома Анатольевна Что бы мы без вас сделали Держи Спасибо Поедем по другому адресу Я заплачу Максим, привет О, тетя Тома, привет С днем рождения тебя Да, спасибо большое Прости, не позвонил, не поздравил Я забегался И там куча дел Да ничего страшного, господи В следующем году у меня юбилей Вот все и погуляют там А, чай, кофе? Не, не, спасибо, я на минутку, Максим А, что случилось? Что-то не так с путевкой? Понимаешь, я хочу вернуть ее обратно Почему? Ну, а что мне там делать одной? Ну, без мужа, без внука, без детей Ну, что я прям как в ссылке, честное слово, ну? Ну, вообще у нас путевки Не возвращают Максим, пожалуйста Ну, конечно, для жены своего дяди Я сделаю исключение Спасибо тебе огромное Посидишь? Да, подожду, конечно Оксан, оформи возврат путевки Ну, все, счастливо тебе До свидания Ну, наконец-то На, пересчитай Ой, спасибо огромное Да что пересчитывать-то, ты уж посчитал все сто раз Спасибо, Максим, огромное Да не за что А ты не хочешь увеличить свои капиталы? Да какие капиталы, ты смеешься, что ли? Я тут занялся брокерской деятельностью И ищу инвесторов Да я же не понимаю в этом ничего Так я в этом понимаю Да верься профессионалу А если рынок рухнет, я тебе все верну Даю гарантию Не, ну заманчивое предложение, конечно Но мне со Стекой надо посоветоваться Это же наши общие деньги Конечно, посоветуйся и... Спасибо, пока Все, давай Не ристепе привет Так, монетмейкер, где ты есть, зараза Я тебя все равно поймаю Подразить Как же мне хорошо с тобой Нормальным мужиком себя чувствую Короче, закончится командировка Обо всем расскажу своей жене Уверен? Ломать, знаешь ли, не строить Не хочу больше обмануть Ни ее, ни себя Я от тебя ничего не жду Степа За это ты мне не нравишься Ой Погоди, не швей Это с работы Да, я слушаю А, поняла Ну хорошо, я сейчас буду Только этого мне не хватало Что случилось? Да пожарные нагрянули Надо ехать Я с тобой Зачем? Ну так помогу чем-нибудь Ой, Степа Люда Люда, иди сюда Что там? Смотри, что творится Видишь, какие стишки неровные пошли Ну вижу, конечно Надо мастера вызывать сейчас Алло, Коль, привет У нас машинка сломалась Можешь подъехать? А раньше никак Ясно Сегодня не может Завтра тоже Смотри, тут игольная пластина пробита Видишь? Угу Я могу свое принести из дома Моя подойдет от моей машинки Хочешь? Ну отлично Тогда муж сегодня идти У нас ничего срочного нет Чего тебе тут торчать? Как хорошо Спасибо тебе большое, дорогая Ирина Евгеньевна Он сказал закрыться И никого не пускать Хорошо, спасибо Он там в зале сидит Здравствуйте Я Ирина Хозяйка заведения Здравствуйте Здравствуйте Это Мой коллега Присаживайтесь Пожалуйста Вот, ознакомьтесь По результатам проведенной проверки Составлен соответствующий акт Дымовая сигнализация не соответствует Ну как же Мы недавно открылись после ремонта Нам ее только что установили Я не знаю, кто там что вам устанавливал Есть регламентирующие документы Можете с ними ознакомиться Так Потолочное покрытие Не соответствует пожарному стандарту Установленному для помещения Общественного питания Кроме того Ширина аварийного выхода Уже на 10 сантиметров Для данного помещения Ну, всего лишь на 10 сантиметров Нормативные акты Вы составляли? Нет, конечно А я думал Вы В общем В совокупности всех нарушений Ваше заведение признано Несоответствующим требованиям пожарной безопасности Где-то через неделю Я еще раз к вам зайду Ну, а пока ваше заведение Временно закрыто По результатам следующей проверки Будет принято окончательное решение До свидания До свидания Так, ну что же мне теперь делать? Я кредит взяла Я не могу сейчас закрыться Где мне столько денег взять? Они мне такой ценник закатят За срочность Думаю, я смогу тебе помочь Не надо будет тебе никого Искать, нанимать Я сам сделаю ремонт Слава богу, руки на месте Да и делов тут не так уж и много Правда, материалы Новый потолок У меня есть деньги Думаю, хватит Степа, милый мой Спасибо А знаешь, я знаю, где все можно оптом взять Я прямо сейчас им позвоню А я за деньгами смотаюсь Я все верно, обещаю Заходи Художник ты мой Ты ж надо так и завозюкаться А что ж ты рисовал-то такое Скажи мне Давай, беги в ванную комнату Сейчас буду тебя отмывать Не трогай руками, ради бога, ничего Давай быстренько курточку снимай И кидай в тазик, ладно? Все, сейчас я приду Давай, кидай туда Господи, Степа Степа, напугала Да, а ты-то меня как напугал Ты чего дома-то? Ты же улететь должен был в командировку Так это на самолет опоздал, Том Тробки были, просто кошмар И что, будет теперь? Тебя накажут? Да ерунда Я с Писькой в бухгалтерии все порешал Завтра улечу другим рейсом Следующим рейсом А сумка твоя где? Сумка, ну, в аэропорту в Камере Кроме не оставила Чего таскать с собой-то? Вот ремень еще забыл Действительно, че я с собой-то? А ты чего здесь? Ты же на работе должна быть А меня тоже пораньше отпустили Сегодня, представляешь? Я пришла за Андрюшкой в садик А он грязный, весь в краске по уши Ты че там? Слушай, а может хорошо, что ты опоздал на самолет? Смотри, меня тоже пораньше отпустили сегодня Ребята, сегодня допоздна на корпоративе Я Андрюшку уложу И мы можем с тобой вдвоем побыть Ой, слушай Мы с тобой так давно не были вдвоем Ты же работаешь все время допоздна, ну Прекрасный план Правда? Все, я сейчас Андрюшу помою, сейчас Андрюша! Чего-нибудь хочешь? Да, сейчас посмотрю Давай, я сейчас подойду Катя! Дим Привет Привет Подожди, а ты что здесь делаешь? Я работаю тут А ты что тут делаешь? Да я тоже теперь вроде как тут работаю Извините Надо же, сколько лет? Ну, я в школу закончила Вы с матерью приехали Лет девять, наверное Ты просто красавица Спасибо Катя Леш, познакомься Это Дима, старший брат моей школьной подруги А это Леша, мой муж Очень приятно Дмитрий Алексей Завидую вам черной завистью, Алексей Это почему? Ну как почему? С супругой повезло Это правда, спасибо Ну, за знакомство За знакомство И за встречу За знакомство Уважаемые коллеги Уважаемые приглашенные гости Я как глава компании Хочу поделиться с вами новостью В этом моем автосалоне Пойдем специальную праздничную лотерею Для своих сотрудников И всех гостей сегодняшнего мероприятия Главный приз Этот прекрасный новый автомобиль Можно похлопать Да, спасибо А для всех желающих Принять участие в лотерее Вам нужно взять вот эти билетики И написать на них свое имя и фамилию И мы, собственно, приступим К розыгрышу Всем удачи! Пойдем, напишем Да Здравствуйте Зачем ты в уши-то себе краску запихивал, Андрей? Ван Гог Ай, не могу Ну, посмотри, хоть что-нибудь отмышлено Дай еще вот здесь Ира, говори быстрее Пока жена не слышит Передумал, да? Понимаю Зачем тебе любовница с проблемами? Вы все герои на словах Когда до дела доходят, так в кусты Ну, ты не волнуйся Все в порядке Да Без тебя справлюсь Ира, ты с ума сошла? Что ты взяла, что я тебе решил оставить? Том, представляешь, у Петьки дома ЧП Господи, иди одевайся А что случилось? Газ где-то протекает Говорит, очень сильный запах Попробовал перекрыть Вентиль прикипел Так он его с дуру взял и свернул И что теперь делать, просто не знает Подожди, ну а ты-то здесь при чем? Ну как при чем, Том? Я же газовщик У меня допуск И потом я всяко быстрее аварийки приеду В общем Я пенегом Одна нога здесь, другая там Степ, только приезжай, пожалуйста, поскорее Я тебя очень-очень буду ждать Я быстро Все Андрюшенька, ну как ты там? Художник оделся? Петька, привет Я опять к тебе с просьбой Опять тебя перед женой прикрывать? Она же меня убьет, если узнает Да не убьет Я ей скоро все сам расскажу Последний раз, Петь, а? Ну ладно Но ты сам сказал В последний раз Спасибо, друг, спасибо Алексей? Да Вы позволите пригласить вашу жену? Конечно Спасибо Я давно мечтал с тобой потенцировать Ты, значит, замужем? Как видишь Дети есть? Да, сыну пять лет Ну а ты? Что я? Я так никого не встретил Лучше тебя Дим, ты еще встретишь своего человека Нет Я по природе обнолю Тогда вам придется очень легко, Дмитрий Я знаю Но я могу быть просто хорошим другом Готов это доказать Прямо сейчас Ты же участвуешь в лотерее? Да И наверняка хочешь выбрать главный приз Кто не хочет? Тогда Просто дай мне Свой билетик Зачем? Видишь Пожалуйста Ты уже бросил билеты? Нет, они у меня Дай мне мой Спасибо Ир Ну чего ты трубку-то не берешь? Чего ты вообще сделала, что я тебя бросил? Ну это же ты со мной разговаривать не хотел Жена появилась неожиданно Что я мог сделать? Пришлось сказать, что я на самолет опоздал Вот, 300 тысяч Степ Спасибо Ты кому-то отдала свой билет? Да Кому? Диме С какой целью? Дамы и господа, прошу Минучку внимания Мы готовы подвести результаты нашей лотереи Скажите, все приняли участие? Да А есть вдруг кто-то отказался принять участие? Есть такие? Поднимите руку Спасибо, папа, это очень благородно Нам было бы неловко, если бы ты выиграл Итак, сейчас мы узнаем Кто же стал счастливым обладателем главного приза нового авто Аплодисменты Аплодисменты Итак, главный приз достается Екатерине Соколовой Екатерина, прошу вас выйти к нам Аплодисменты Поздравляю, удачи на дорогах Спасибо Аплодисменты Продолжаем наш вечер Музыка пожалуйста Аплодисменты Музыка пожалуйста Стёп, ну где ты был? Ну что значит где-то? Прекрасно знаешь, у Петьки. А что так долго-то? Том, я по-твоему виноват? Поломка серьезная, повозиться пришлось. Ну ты хоть бы позвонил бы. Ладно, давай пойдем ужинать, остыло уже все. Я сейчас подогрею быстренько. Нет, Томочка, спасибо. Меня там уже покормили у Петьки. Устал, как собака. В душ и спать. Все. Пойдем. Подожди. Что с тобой? Надо поговорить, Катя. Леш, у меня теперь есть машина и вообще сбылась моя мечта. Мы же оба понимаем, да, что твой Дима смухлевал. Ну и что? Он сделал это ради нас, ты не понимаешь? Тебе не придется покупать мне вторую машину. Разве это плохо? Плохо, Катя. Да почему? Я не понимаю. А я не понимаю, почему я должен это объяснять. Ты постарайся. А потом ты не понимаешь, чего добивается этот Дима? Чего он добивается? Катя, серьезно? Твоего расположения он добивается, скажем так. И потом, ты хочешь в этом участвовать? Отдай ему ключ, или я это сделаю. Ты не можешь так поступить. Как? По совести? Как поступает честный человек? Могу. Странно, что ты этого не понимаешь. Мне странно, что ты не хочешь, чтобы я была счастливой. Степа, скажи мне правду, где ты был? Да у Петьки я был, Том. Ну не веришь, позвони. У тебя что, кто-то появился? Томочка, ну не выноси ты мне мозги на ночь, глядя, а? Выспаться хочу. Да? Дима, я должна перед тобой извиниться. За что? Я вынуждена отказаться от выигрыша. Почему? Мне запретил муж. Ты что, ревнует? Да. Я понял. Прости, мне очень жаль. Ой, господи, жми. Молодец. Всем доброе утро. Завтракать не буду, боюсь опоздать. Степ, я хочу с тобой поговорить. Вернусь, поговорим, хорошо. Мам, привет. Привет. Скажи ты Андрюшку в школу. Муж, сынок, у меня тоже есть работа, я тоже боюсь опоздать. Смузи на столе, завтрак на плите. И, Катя, не вливай остатки в раковину, он засоряется. Ты отвезешь Андрюшу в садик? Давай я тебя на работу докину. Спасибо, я сама. Катя, ну опять утро, у тебя опять плохое настроение. А какое оно у меня должно быть? Ты же у нас все решаешь. Ты и твоя мать. С чего ты это взяла? С чего? От машины я это и за тебя отказалась. Дома мной свекровь командует. Она не командует тобой, а просто хочет помочь. Катя, просто тебе на меня наплевать. Ты всегда ее защищаешь. Пока. Папа, а почему мама ругается? Она не ругается, сынок. Просто не выспалась. Давай руку. Пойдем. Вот. Сказали, что этот точно подойдет. Хорошо. Степ. Ты чего? Ну что, ты уже жалеешь, что во все это ввязался, да? Я еще не так много потратила, так что… Да при чем тут это? Мы же договорились. Значит, значит все. Просто… Просто жена начала догадываться. Ну, а ты ведь сам собирался ей обо всем рассказать. Пока не вышла. А может и не нужно? Разве ты не хочешь, чтобы мы были вместе? Хочу. Но меня пока и так все устраивает. Не нужно бежать. А то склад закроют. Я сегодня перевезу потолок. Пока. 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 Чтобы стать успешным руководителем, вы должны научиться выжимать из любой ситуации положительные результаты. Катя, извини, есть минутка? Да, конечно. Можно? Я по поводу машины. Скажи, ты кому-то говорила, что отказалась от выигрыша? Нет. Отлично. Тогда будем считать, что эта машина твоя. Дим, ну все же видели, как мы встретились, танцевали. Потом я выигрываю машину. Могут подумать, что... Катя, мне плевать, кто что может подумать. Это мой салон. Я могу делать с этими машинами все, что захочу. Захочу – разыграю, захочу – подарю. Могу вообще разбить. А если муж узнает? А ты сделай так, чтоб не узнал. Эта машина твоя. Держи. Спасибо. И что, я могу ей пользоваться? Конечно. Дима, я хотела с тобой давно посоветоваться по поводу курсов по менеджменту. Может, ты что-то подскажешь? По менеджменту? А тебе зачем? Ну, не вечно же мне в клиентском отделе сидеть. Я хочу большего. Хорошо, я подумаю. Катя, надо съездить к нашим партнерам в трем часам написать документы. Адрес там указан. Хорошо? Угу. Спасибо. Да, Катя. Леша, ты можешь за мной заехать? Мне тут по работе надо на Плеханово 14 к 3. Кать, ну я же тоже работаю. У меня есть какие-то дела. Я не могу все бросить и приехать. Ну, конечно, ты не можешь. И я не могу. У меня же нет машины из-за твоей ревности. Кать, пожалуйста, я тебя умоляю. Я за рулем. Давай дома поговорим. Не собираюсь с тобой ничего обсуждать. Мне и так все понятно. Кать! Алло. Да, это я. А что случилось? Что? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мать Алексей Соколовов? Здравствуйте. Да, я. А что с ним? Он бессознание. Состояние тяжелое, но стабильное. О, Господи. Можно к нему? Пойдемте. Только не на другое. Оставили. Спасибо. Проходите. Господи, сынок. Доктор, он будет жить? Будет. Только травма у вашего сына очень непростая. Понадобится операция. Время пока есть, но лучше все же не затягивать. Пойдемте, я вам все объясню. Игорь. Игорюшик. Господи. Игорюшик. Привет. Игорюшик. Привет. Это Степан. Он у меня ремонтом занимается. Я отлучиваюсь ненадолго. Если что, двери закрой и ключи у себя оставь. Ну рассказывай, когда ты вернулся? Недавно. Да? Да, неделю. Помимо сотрясения мозга у вашего сына раздробление тазобедренного сустава и шейки бедра. Мы можем сделать одну операцию сейчас. Удалить осколки. А потом по квоте нужна будет вторая операция. Двухстороннее протезирование. Да, да. Я... Я поняла. Но только есть один нюанс. По квоте операция бесплатна, но на ее оформление могут уйти месяцы. И не факт, что после этого он будет нормально двигаться. Поэтому мой совет не ждать. Самим приобрести качественный эндопротез. Тогда будет операция только одна. И это значительно облегчит жизнь вашего сына. Ну конечно, конечно. Где его приобрести? Да-да, сейчас. Я вам дам визитку. Здесь я напишу марку протеза, который необходим. Только медлить не стоит. Иначе раздробленные осколки могут вызвать нагноение. И ваш сын рискует остаться неходячим. Я поняла, доктор. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Да. Хорошо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Дома Анатольевна. Что? Да, я поняла. Сейчас приеду. Дмитрий, извините, можно вас на минуту? Да, конечно. Свободен пока. Что такое? Алексей попал в больницу. Можешь? А что с ним? Да, он попал в аварию. Дим, извини, мне надо к нему ехать. Конечно. Давай я тебя отвезу. Давай мы поехали. Это очень правильно, что вы решили обратиться к нам. У нас самые хорошие цены. Вот, посмотрите, пожалуйста, сюда. Это бесцементный эндопротез тазобедренного сустава. Тот самый, что вам доктор посоветовал. А сколько он стоит? Триста тысяч. А до которого часа вы работаете? До восьми. Я сегодня привезу деньги. Спасибо, что ты меня подвез. И вообще за все, что ты делаешь. Спасибо. Я правда хочу помочь. Я знаю. Дим, так нельзя. Да, я знаю, извини. Ты права. Прости. Это я во всем виновата. Ни в чем ты не виновата. Я так уже запуталась с Димой. Я понимаю. Со временем все распутается. Все. Сегодня работа. Можете выходить. Даю тебе отгул. Спасибо. 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 Доктор, а что я могу для него сделать? А что сейчас делаешь? Надо ждать, пока не придет в себя. Про операцию, думаю, ваша свекровь вам уже рассказала. А больше вы ему ничем помочь не можете. Господи. Степа. Степа, у тебя телефон звонит. Ответишь? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Потом. Подожди. Нам надо поговорить. Что, случилось? Ириш, ты меня что, стесняешься? Ну, чего ты взял, Степ? Ну, как-то странно, ты своему старому другу меня представил. Ну, прости. Просто все это очень неожиданно произошло. А кто он вообще такой? Твой бывший? Ну, если честно, да, мы раньше встречались. Ты что, ревнуешь? Степа, ну ты что? Да ты, Игорь, между прочим, успешный бизнесмен. Он к ним посоветовал из кофейни франшизу сделать. Так мы сможем гораздо больше зарабатывать. Мы... Это кто? Мы с тобой, Степа. Так что ты напрасно переживаешь. Этот Игорь может нам реально помочь. Вы с ним еще подружитесь. Вот увидишь. Петя, Петя, привет. Нам надо поговорить. Тамара, что ты здесь делаешь? Степана ищу. Так он в командировку уехал. Да? А мне в бухгалтерии сказали, что он отпуск взял за свой счет. Вот как странно, я не знал вот. Петя. Ты его лучший друг, а ты мне хочешь сказать, что ты ничего не знал? Мне нужно срочно его найти. Понимаешь, ты срочно. Что случилось? У нас Лешка в аварию попал. Нужны деньги на операцию. А деньги наши, сбережения все, я так понимаю, взял Степан. Петя, я не уйду отсюда, пока ты мне не скажешь, где он. Пойдем. Дмитрий Михайлович. Юль, давай потом. Катя. Катя. А я же тебе дал отгул. Ты можешь быть с мужем? Врач сказал, что мне сейчас там нечего делать, пока он не придет в себя. Может тебе домой поехать? Да нет, я не хочу. Тут работа и… Катя. Какой из тебя сейчас работник? Давай мы тебя лучше по-другому отвлечем. Пойдем. Как? Увидишь. Иди, одевайся. Иди. Кать, пожалуйста. И давно это у них? Где-то полгода. Кто она? Хозяйка кофейни. Мы туда раньше в обед ходили, когда офис был на старом месте. Молодая? Ну, относительно… Относительно кого? Да я ее видел только один раз, а то мельком. Тамара, Степан любит только тебя. Прости ты его дурака. Адрес кофейни. Адрес кофейни. Женщина, вам плохо? Сердце? Хотите кроволола? Нет, спасибо, не надо. Спасибо. Это как? Знаешь, я еще никогда не чувствовала себя такой дрянью. Он лежал там без сознания, весь израненный. А я смотрела на него и ничего не чувствовала. Ну, и кто и после этого? Может, ты на самом деле никогда его не любила? Просто боялась себе в этом признаться? Ты так думаешь? Не знаю. Мне кажется, я просто очень хорошо тебя знаю. И я тебе не противна? Наоборот. Мне кажется, я наконец встретил близкого человека. И я. Ирочка! На сегодня я все. Покормишь ужином? Ну, конечно. Ты же мой герой. Я тебе так благодарна. Угу. Не помешало? Извините, я не знаю, как вас зовут. Ирина. А я Тамара. Жена Степана. Наверное, я вас лучше оставлю. Тамара, прости. Куда ты делал наши деньги? Чего? Деньги? Они мне понадобились для дела. Для какого дела они тебе понадобились? Вот. С ремонтом помогаю. А чего? Я скоро все верну. Обещаю. Много ты уже потратил? Все потратил. Том, я все верну. Обещаю. Твой сын лежит в больнице. В тяжелом состоянии. Он попал в аварию. Я звонила тебе, но ты же делом занят. В общем, ему нужно срочно делать операцию. Нужно ставить протез. Если этого не сделать, то на всю жизнь может остаться инвалидом. Протез стоит денег. 300 тысяч. Я пищаю. Ты только не волнуйся, что с Лешкой. Да, Зин. Том, привет. Слушай, тут такое дело. Андрюшка твой один остался. Всех уж давно разобрали. Я звонила и папе, и маме. Никто не отвечает. Хорошо, я сейчас приеду. Сейчас. Я надеюсь, сына ты не подведешь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok